Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. В Швеции, в Стокгольме, Мальме, Гетеборге, Окерсберге и в целом ряде других городов на юге и западе страны в ночь на 14 августа Десятки, как пишут неизвестных молодых людей, одетые в черно и лица, которых скрывали маски, сожгли около 200 автомобилей А с нами на связи из Швеции писатель, публицист Елизавета Александрова Зорина. Елизавета, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте! Лиза, наш разговор я хочу начать с заключительной фразы вашей очень интересной, на мой взгляд, статьи «Швеция от популизма к национализму». Она была опубликована на сайте газеты РУ. Так вот, вы пишете, переключение всеобщего внимания с того, что в руках 10% самых богатых людей Швеции, около 68% национального богатства на мигрантов и беженцев устраивает всех политиков. Так и получается, что вместо реальных проблем Швеция обсуждает только мигрантов, множество предубеждений, напряженности, подменяя социальную политику национальной. Скажите, пожалуйста, вот глядя из Швеции, произошедшая в ночь на 14 августа, это реальная проблема для Швеции или все-таки мнимая? Если мнимая, что тогда является реальной проблемой? Это не реальная, не мнимая, это не проблема, это скорее ее следствие. А на сайте сегодня мы еще пока не знаем, что случилось в Готеборе и в других городах, и кто стоит за этим, потому что эта акция на самом деле отличается от прежних поджогов. Понятно, что это случилось все в районах, населенных мигрантами, но на этот раз акция очень нехорошо организована. Совершенно верно. И есть такие подозрения, пока что озвучивают их неофициально, в сентябре в Швеции пройдут выборы в Рексдак, очень важные, на которых, скорее всего, второе место, а может быть, даже уже и первое займет правая партия шведские демократы. И есть такая версия, что, возможно, сами шведские демократы или какие-то другие правые движения, ультраправые течения в Швеции могут стоять за организацией этих беспорядков. Но, тем не менее, я, как и писала в статье и в предыдущих статьях, я говорю, что проблема Швеции – это бедность и это растущее неравенство, расслоение, которое есть даже здесь, в Швеции, в стране, которая, в общем-то, гордится своей социально-экономической моделью. И что бы ни случилось сейчас в Гетеборе, или это была организованная, спланированная провокация, или это были беспорядки, не спровоцированные какой-то партией или движением, проблема лежит именно в бедности. В бедности в том, что мигранты первого поколения и следующих поколений плохо интегрированы в общество, проблема в безработице. Если это организованная акция правами, то почему я говорю, что проблема в бедности? Как эти молодые люди из мигрантов участвовали в поджогах в таком случае? Значит, их подкупили на провокацию. То есть проблема все равно бедности, проблема все равно их неустроенности. А хотят ли они интегрироваться? Как люди интегрируются в общество? В первую очередь, они интегрируются через работу. Ну и что значит хотят? Хотят ли они быть частью общества? Хотят ли они иметь достойную работу, достойный заработок такой же, как у коренных шведов? Ну да, безусловно, хотят. Другой говорит, что их не очень принимают. Также сами шведы проводят разные исследования. Люди, которые имеют не шведское имя, имеют большие проблемы с приемом на работу. Это не зависит от их образования, от профессиональной подготовки. И даже вне зависимости от их гражданства и их, собственно, судьбы. Потому что нужно отделять. В Швеции было очень много волн миграций. И очень многие эфиопцы, очень многие эритрейцы, очень многие эракцы, которые живут сегодня в Швеции, это уже молодые люди, которые родились здесь. То есть это уже, это шведы и не старые, но это шведы и не совсем новые. Это люди со шведским гражданством и со сверхшведским рождением. Лиза, вот по ходу у меня возник вопрос. А в Швеции, допустим, в Израиле есть такой закон, который принято называть корректирующая дискриминация. Когда, допустим, на государственную службу обязательно нужно принимать определенный процент арабов, определенный процент репатриантов из Эфиопии, темнокожих. Есть ли такое в Швеции? К сожалению, официального закона нет. Тогда мой следующий вопрос. Одного из вандалов, как пишут, полиция уже задержала, задержала вчера, и не где-нибудь, а в Турции. Имя, говорят, что ему 20 лет, имя его не называют, но насколько я далек буду от истины, если предположу, что фамилия этого молодого человека отнюдь не Карлсон, а, скорее всего, какой-нибудь Ахмедшах. Или я, может быть, все-таки подвержен, скажем так, каким-то стереотипам. Вы пишите об этих стереотипах в своей статье. Может быть, я тоже мыслю стандартно? Нет, мы, конечно, не знаем его настоящее имя, но я тоже предполагаю, что это не Ингварсон и не Карлсон, потому что надо понимать, что молодые люди из мигрантской среды с проблемами, они идут в какие-то гангферские, бандитские группировки, а Ингварсоны и Карлсоны с такими же абсолютно проблемами, потому что у бедных слоев в Швеции те же проблемы, что у иммигрантов в Швеции. Они идут, конечно, не в гангферские группировки, в Ринкебю или в Тенсте, они идут в ультраправые движения. Скажите, пожалуйста, вот вы уже говорили об этом, по крайней мере, когда я готовился к программе, я планировал этот вопрос вам задать, потому что полиция действительно не видит каких-то предпосылок к произошедшему. Они не понимают, почему, в чем причина этой вспышки, скажем так, народного гнева, определенной части народа шведского. Почему они не рассматривают реально, я не шучу, на самом деле, почему полиция никак не объявляет о том, что вот та версия, которую вы озвучили, что это могли сделать провокаторы от шведских демократов, и почему полиция эту версию не берет за основу, как одну из основных? Ведь все возможно, действительно, выборы скоро, в сентябре. Я думаю, что полиция сейчас находится, полиция занимается расследованием, она пока не может озвучивать никакие версии, потому что версия озвученная полицией тут же попадает в СМИ, в заголовки и так далее, и становится таким предметом спекуляции. И полиция не имеет права делать такие предположения, она сейчас расследует. Безусловно, эта версия существует, и я уверена, что полиция работает над ней, потому что она напрашивается. На самом деле машины жгли, конечно же, и сами мигранты, и это не были организованы акции, но как сжигается машина? Машины горели не только в Швеции, машины горели и в Москве. При чем-то богатый молодой человек на дорогой иномарке, в бедный район, машина сжигается, это не национальный вопрос, это классовый вопрос, это вопрос о состоянии бедных и богатых. Соземь не обязательно, что человек, у которого сожгли машину, был голубоглазым, белокурым парнем с фамилией Карлсон. Это какой-то и выходец из мигрантской среды на дорогой машине. Но Франция известна своими массовыми поджогами, по сравнению с ними Швеция выглядит ребенком, там тысячи машин сжигают во время подобных же акций, тоже, как правило, выходцы из, как вы говорите, бедных кварталов, в основном мусульманского происхождения эти ребята. Но это одна тема. Еще у меня вопрос в связи с произошедшим. Цитата из вашей статьи. «Информационная кампания против мигрантов стала реальным вызовом для Швеции». Конец цитаты. Там много у вас по этому поводу написано, я взял только маленький фрагмент. Вот скажите, пожалуйста, следует ли считать ответом на эти вызовы, опять же, с учетом, возможно, приближающихся выборов, регулярные антиизраильские, а порой и антисемитские, у нас так принято в Израиле считать, антисемитские высказывания министра иностранных дел Швеции, госпожи Маргот Вальстрем. Или это всего лишь, ну, скажем так, действительно, ее предвыборная риторика, и не надо на нее обращать внимание. Она просто заигрывает с лекторатом. Ну, точно не предвыборная риторика, потому что, насколько я знаю, Палестина, Швеция признала Палестину задолго до выборов. И Швеция, да, официально это позиция шведского правительства, они не поддерживают политику Израиля в регионе. Но, я уверяю вас, никаких антисемитских высказываний, я сама об этом не слышала, но это то, что в Швеции не может быть. Тут же политики здесь заканчивались политические карьеры и по меньшим провинностям, но никакой политики, никакой человек публичный, никто в разговоре не может себе позволить никаких антисемитских высказываний. Это то, что в Швеции неприемлемо и запрещено. Но, да, Швеция поддерживает в этом конфликте Палестину, тут я не специалист, я не специалист по Ближнему Востоку. Но многие, собственно, и журналисты еврейского происхождения в Швеции разделяют эту позицию. Это государственная позиция, но это не, может быть, я не знаю, как она в Израиле, но это не антисемитизм. Также Швеция не поддерживает политику России. В Крыму, Украине, вообще внешнюю политику России мы не можем назвать это русофобией. Нужно все-таки отделять эти вещи. Лиза, и в заключение еще один вопрос. Может быть, вы сочтете его в какой-то степени провокационным, но, тем не менее, мне его очень хочется задать. Дело в том, что я, когда готовился к интервью с вами, натолкнулся на статью знаменитой Дарьи Асламовой, которая где-то год назад была в Швеции, и свою статью о Швеции она назвала, хотел сказать, обозвала. Назвала так. Так, изнасилованная Швеция больна стокгольмским синдромом. Насколько она передергивает? Ну, сказать, что она передергивает, это вот ничего не сказать. Я перечитала эту статью сейчас перед интервью. Это ложь. И я, когда прочитаю эту статью, я подумала, что на самом деле хорошо бы принять какой-то закон, чтобы журналисты несли административную или уголовную ответственность за ту ложь, которую они тиражируют. Асламова пишет о районе Ринке-Бю, это иммигрантский район, да, это действительно. Я бы много раз там бывала. И она пишет какие-то безумные вещи, что после часа дня вы не можете прийти туда без мужчины. На Валкеке нападали 30 сомалийцев, пытались ее изнасиловать и убить. Это какой-то абсолютный бред. Ее везде пытаются изнасиловать, это у нее слабость такая, очевидно. На самом деле я была, когда я первый раз приехала в Ринке-Бю, у меня были проблемы с местным населением, это правда. Причем я тоже несколько раз спрашивала у шведских друзей, могу ли я туда поехать, не опасно ли это. Ну, я тоже начитала из таких статей, репортажей, не только Асламова. Многие американские журналисты тоже спекулируют на этой теме. Но мне уверили, что я могу, ничего такого не случится. Но вот один мой знакомый из бедного района, как раз пригорода Стокгольма, швед, сказал, что нет, нет, это очень опасно. Ну, я приехала, это обычный район, построенный по миллионной программе, это что-то вроде наших хрущев, но так все по-шведски. Да, такое чувство, что ты приезжаешь не из одного района Стокгольма в другой, а из одной страны в другую, потому что население в основном иммигранты, это в основном жители Эритреи, Эфиопии, это жители Ирака. Там есть выходцы из Польши, из России, есть и из бывшей Ягославии, но их очень мало. И действительно очень много женщин в бурках, женщин в паранже, это то, что бросается в глаза. Но никакой эритрессии, там можно гулять, можно сидеть в кафе. Да, в летних кафе сидят в основном мужчины, это так, но это проблема традиционных обществ, и с этим нужно как-то бороться с ролью женщины в семье, и в том числе в мигрантских районах. Как в Швеции с этим борются, Лиза? Есть школы для мигрантов и беженцев, там рассказывают о том, как принято относиться к женщине в Швеции, что не принято дискриминировать, что не принято бить женщину. Это тоже все рассказывается. Но в Швеции был такой скандал, один политик мусульманского происхождения, из зеленой партии, это левая маленькая партия в Риксдаге, на этой встрече не пожал руку журналистке, потому что она женщина, он пожал руку мужчинам и так вот вежливо приложил руку к груди, чтобы показать ей свое уважение. Но когда она спросила, почему он не хочет пожать ей руку, он объяснил, что его мусульманские убеждения не позволяют ему пожимать руку женщине. Их карьера на этом закончилась. И это очень правильно, потому что Швеция – это страна, которая гордится своим высоким равенством гендерным, ну и хорошо бы, если бы все это сохранялось. На самом деле, ну Асламова врет в каждой фразе. Но в любом случае, женщина в Паранже, в Швеции – это не атрибут шведской культуры. Это абсолютно не атрибут шведской культуры, это то, что я совершенно не принимаю, то, что мне это очень не нравится. И было бы замечательно, если бы в этом направлении действительно что-то делали. Ну, у меня были, я говорила, что у меня были в Ринкебе проблемы с местными жителями, когда я достала камеру. У меня профессиональная камера, она выдает профессионального журналиста, человека, который не туриста. Меня окружили жители, они пытались выяснить, они были очень агрессивно настроены ко мне, потому что они поняли, что я здесь пытаюсь сделать репортаж. Я вызвала на всякий случай полицию, но полиция приехала, выручила мне, рассказала девушкам в Паранже, что они не имеют права меня окружать, запрещать мне что-то снимать и так далее. Ну, поживя в Швеции и прочитав новости, я служила тем, что пишут российские медиа о Швеции, что американские медиа пишут о Швеции, я на самом деле очень понимаю теперь этих людей. С тех пор я была очень много раз в Ринкебе, в Тенстах, в других мигрантских районах, в мигрантских гетто, как их иногда называют. У меня никогда не было в вечернее время, в дневное время, я собрала много историй людей, я нашла там много друзей, у меня больше никогда не было там проблем. И то, что в Швеции в этих районах нельзя выйти, женщине одной не быть убитой, изнасилованной и так далее, это полный бред. И такие, как Асламова, виноваты в том, что журналисты теперь приезжают в эти районы, ну, вот так и в гражданстве встречаются. Лиза, огромное спасибо за то, что вы нашли время для этого интервью. Всего вам самого доброго. И я надеюсь, до новых встреч. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.